Всем привет! На связи снова Оксана, и сегодня наконец-то мы начинаем делать новогодние дизайны. Я не смогла до конца определиться, поэтому у нас будет два варианта с блестками на фоне и без них. Итак, первый вариант. Покрываем ноготок молочной базой тонким слоем, и затем с помощью капли мы делаем выравнивание. У меня база очень плотная, сразу же дает хороший цвет, не нужно делать дополнительные слои, и при этом хорошо просыхает в лампе. После того, как вы сделали выравнивание, необходимо ноготок клиента перевернуть для того, чтобы добиться идеальных бликов. И типс, конечно, тоже лучше перевернуть, потому что демонстрация дизайнов тоже имеет важное место в жизни мастера маникюра. С базы необходимо снять липкость, потому что нам дальше понадобится тонкая кисть, и мы будем рисовать кошачьим глазом. Может быть, вы помните видео на Хэллоуин, где я рисовала тыкву. Техника примерно та же. У меня универсальный кошачий глаз серебро. Посередине ноготка сверху мы отмечаем верхушку будущей елки. Далее мы рисуем низ и соединяем треугольник. Обратите внимание, что я не рисую супер тонкие линии, и кисть у меня тоже не самая тонкая. Притом я рисую даже с каплей на кончике кисточки. Нам важно сделать линии не максимально тонкие, а даже наоборот, потому что просто свечение наших магнитных частиц будет незаметно. А поскольку контур у нас из кошачьего глаза, нам важно, чтобы его было хорошо видно. Далее мы магнитим с двух сторон то, что у нас получилось для того, чтобы получить полный блик. И быстро отправляем в лампу, иначе частицы снова разбегутся и не будут настолько мерцать. Далее для цвета нам нужен плотный гель-лак. Мы будем заполнять елочку внутри. У меня гель-лак ложится в один слой. Это очень важный момент. Если вы будете делать два слоя, то, конечно, дизайн будет занимать достаточно много времени. Но здесь гель-лак плотный, и буквально за один подход я покрываю все три элемента. И просушиваю за раз. Можно покрывать по отдельности, просушивать каждый элемент. Но это займет гораздо больше времени, а в новый год мы все торопимся, и клиенты буквально дышат в спину друг другу. Поэтому здесь важно подобрать гель-лаки правильно. И контур из кошачьего глаза у нас выполняет роль небольшого барьера. Поэтому наши цветные элементы не стекаются друг с другом. Если цветные части елочки начинают стекаться друг с другом, то перед тем, как наносить цвет, снимите липкий слой с кошачьего глаза. Либо же просто сделайте слой тоньше. Далее мы полностью просушиваем то, что получилось. И нам необходимо еще два цвета кошачьего глаза. Если вдруг у вас нет кошачьего глаза, можно заменить другим цветом, либо каким-то цветником с глиттером, либо смешать сухой глиттер с базой или с топом. И точно так же поставить точки, которые будут у нас имитировать шары. А я же тем временем ставлю разного размера точки к кошачьим глазам, розовым и голубым. Магничу с двух сторон, чтобы получить тоже полный блик, и отправляю в лампу. Далее я буду использовать гель-лак с голографическим глиттером, но его нам нужно совсем немножко. Я обозначу верхушку, и из мелких частиц из этого же гель-лака сделаю такой небольшой эффект свечения. После того, как вы разложили все элементы, все частицы у вас на нужном расстоянии, оно у нас должно быть хаотичное, мы просушиваем в таком ключе то, что получилось, и затем полностью покрываем матовым топом, и тоже просушиваем до конца. Если вы торопитесь и не успеваете, у вас реально на пороге следующий клиент, то здесь можно пропустить этот шаг и просто покрыть все, что получилось, глянцевым топом, и отпускать клиента. Мы же с вами сделаем за счет разности фактур матового и глянца вот такой красивый объем. Для начала я тонко промазываю все тело елочки глянцевым топом, и затем с помощью капли делаю объем точно так же, как и при выравнивании. И для того, чтобы объем у нас был в нужном месте, правильно располагался, не утекал ни в какой бок, ни вверх, нужно перевернуть типс, ну или же руку клиента перед тем, как отправлять в лампу. Кстати, я выборочно выделила блестки тоже глянцем. Вот такая елочка у нас получилась, но поскольку в инстаграме голосуют на данный момент и за елку с блестками на фоне, ее вам я тоже покажу. Покрываем базу тонким слоем глиттера. Глиттер можно использовать в готовом гель-лаке, либо смешать сухой глиттер с базой или топом. И далее полностью покрываем матовым топом, хорошо просушиваем, и у нас получается очень красивый фон, который можно носить самостоятельно и без дизайна тоже. Далее алгоритм работы у нас точно такой же. Мы намечаем контур елки, здесь я уже рисую без точек сразу же треугольник, но если вдруг у вас не получается от руки треугольник, то сначала намечаем вершину треугольника и низ, и затем соединяем. Конечно же, как и в прошлой елке, у нас слой достаточно обильный, потому что у нас он должен хорошо мерцать, особенно на фоне блесток. Прорисовываем все элементы елки, если нужно, добавляем еще толщины и промагничиваем с двух сторон для того, чтобы добиться полного блика. Быстро отправляем в лампу, поскольку частички имеют свойство разбегаться обратно, и затем начинаем заполнять плотным гель-лаком. Обратите внимание, что если ваш контур слишком толстый, а мы его делали специально слишком толстым, чтобы эффект кошачьего глаза был ярко выраженный, мы его можем с вами чуть-чуть сузить с помощью плотного гель-лака. Специально цветом я захожу на контур и этим самым сужаю эти толстые линии. Они будут смотреться гораздо изящнее, но не потеряют свою искристость. Так же, как и в прошлой елке, я заполняю все элементы разом, не прибегаю к промежуточной просушке. Но если вдруг вы не уверены, что справитесь за раз, то, конечно, лучше каждый элемент просушить. Но поскольку это не гель-краска, промежуточная просушка нам не подойдет. Гель-лак должен просыхать полностью, иначе он сморщинится, и получится эффект банки с краской. И, соответственно, клиент может просто потерять дизайн, который вы так долго делали. После того, как все три элемента готовы, необходимо их полностью просушить. Я рекомендую обращать внимание на то, что пишут производители на задней стороне бутылька гель-лака. Чаще всего там указано верное время просушки, но и стоит обратить внимание на мощность вашей лампы. То есть меньше сушить, чем написано на гель-лаке, не стоит. И далее точно так же с помощью кошачьего глаза, либо другого, любого цветного гель-лака, не обязательно с глиттером, но можно и с глиттером, мы делаем с вами шары. Шары должны быть разного размера. Большие, маленькие и средние. Если не будет динамики, будет некрасиво. После того, как все шарики у нас расставлены, мы их с вами магнитим. Это я тоже делаю за раз и быстро сушу в лампе. Вот здесь у нас уже идет в бой глянцевый топ. Мы тонко покрываем саму елочку, выделяем чуть-чуть верхушку. И затем с помощью капли мы делаем объем. Точно так же, как и при выравнивании. И обязательно переворачиваем руку клиента, потому что пока вы справляетесь со всеми углами елки, наш объем может куда-нибудь перетекать. И клиент может завалить руку на бок, что усугубит ситуацию. Поэтому заранее включаем лампу, переворачиваем ручку клиента, быстро проверяем, что все в порядке, объем на месте, и сразу же сушим. Вот такая елка с блестками на фоне у нас получилась. И теперь вы можете посмотреть их обе. На этом у меня все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!